Приветствую вас, я узнал вас по имени, вот, я тут же отвечал вам на вопрос, другой вопрос, правда, отвечал вам, он у вас был связан с тем, что вы очень любите своего мужа и никогда им не насыщаетесь, то есть, по сути, у вас от него зависимость, вот, не знаю, насколько вы вот тот мой ответ для себя уяснили, не знаю, насколько вы тот мой ответ для себя поняли, потому что, ну, в итоге вы сделали другим, другого эксперта лучшим, вот, но, тем не менее, в течение 21 минуты там я вам объяснял, почему у вас происходит такая вот ситуация, ситуация, при которой вы, собственно говоря, зависите от своего мужа, и очень кажется, что, как бы, данный вопрос в продолжении вашего предыдущего вопроса, то есть, вот, вам уже коллега написал, что вы очень любите город, ваш город, из которого уехали, ваш имя остается, и ваша память никуда не денется, новый город сразу полюбить не обязательно, его можно изучать, сохраняя наблюдающие, видеть или в томную позицию, по остальному мало информации. Вы знаете, что можно сказать? Ну, в действительности мы не можем любить место, как договор, место мы любим в основном потому, что оно дает нам определенные привычки, то есть, место определяет наши привычки, вот, в котором мы выросли, да, в котором нам было хорошо и так далее. И каждый раз при переезде, особенно, если мы не хотим, то нельзя, то есть, вот, вот вы говорите, да, вы ехали в шикарную квартиру. Шикарная-то она может быть и шикарная, но вопрос в том, ваша ли она, чувствуете ли вы, что она ваша, хотели бы вы в нее иначе, было ли это ваше желание или нет? Если у вас было желание переехать в другую квартиру, то это один момент. Желание переехать в отдельную квартиру, это, значит, последствия на новом продиктовании определенными обстоятельствами вашей потребности. А когда вы говорите, что вы не можете полюбить город, не можете полюбить то место, где живете, значит, либо вы не хотели переезжать, и тогда что-то вас заставило, может быть, тоже ваш муж, как-то, ну, который, от которого вы так сильно зависите и от которого вам желательно бы, отходить, да, то есть становиться более независимой и так далее, либо ожидания не оправдались. Ожидания не оправдались, вот, ожидания не оправдались, и тогда, тогда, если ожидания ваши не оправдались, то это, к сожалению, к сожалению, означает, что, ну, в принципе, в принципе, у вас, у вас, у вас были какие-то вот немного неправильные представления о том, что вам вообще нужно, что вам вообще необходимо. То есть нет вот этого вот понятия, нет понятия того, чего вы хотите. Дальше. Значит, следующее. Вы хотите убеждать из этого дома не потому, что вам неприятен сам дом. В самом доме вряд ли есть что-то негативное. Само место, оно несет новые для вас, естественно, впечатления, новые для вас переживания, но по своей сути и по своей природе новое место, еще раз повторю, является обезличенным. То есть место, как вам и сказала моя коллега, это не то, что нужно любить. В место нужно привыкать, место нужно изучать и так далее, и так далее, и так далее. А вот вопрос, почему вы не можете это место полюбить? Вопрос в том, почему вы не можете адаптироваться в этом месте? Вот это связано с тем, что у вас, простите говоря, есть ссоры. Вот вы говорите сами о том, что у вас есть ссоры. Что вы ссоритесь там со своим мужем, как я понял. Ссоритесь вы со своим супругом, потому что от него зависит. И тогда, давайте мы с вами как-то постараемся все-таки выработать направление. Направление по тому, к чему нам надо двигаться, куда нам надо двигаться. Первое направление это то, зачем вы переехали в новое место. Ну, если вам не нравилось, если вы не хотите жить в этом районе, да, если вас не устраивает. Зачем вы переехали? Ради чего, ради кого, может быть, вы это сделали? Вопрос этот нуждается, на мой взгляд, в большом пояснении. Потому что непонятно. Непонятно зачем, непонятно для чего, непонятно вообще с какой целью вы переезжали. Если вам нравилось в вашем доме. Ради чего вы это делали? Это первое. Мотив. Мотив, почему вы оказались в этом доме. Второе. Оправдали ли это ваши ожидания? Если нет, то в чем? Если да, то почему? Далее. В чем конкретно вас здесь хочется? В чем заниматься? Неорганизованная досуг, неорганизованная работа, что-то неудобное и так далее. Это тоже нужно определить. Депрессия это психическое заболевание, которое диагностируется врачом. И без наличия диагноза нельзя говорить, что у вас именно депрессия. Вполне могут быть депрессивные ссоры, да. Ой, депрессивное состояние, да, может быть. Но и депрессия. Далее, ссоры и царь на нервы. Вот, наверное, ссоры и являются проблемами. То есть, из чего вы ссоритесь? Почему вы ссоритесь? Как давно вы ссоритесь? И, собственно говоря, основной предмет ваших ссор. Вот это все вам необходимо. То, что вы постоянно на нервах, постоянно какие-то проблемы. Это, возможно, отсутствие взаимопонимания вашего, с вашим мужем. Возможно, это следствие зависимости, что вот мужчина захотел переехать в другое место, да, в другое посилье. А вы не хотели этого делать. И, собственно, тот факт, что вы этого делать не хотели, но сделали ради своего мужа и породил такую вот реакцию. Реакция ваша достаточно, ну, как бы сказать, достаточно естественная и правильная, если ее воспринимать непосредственно как именно ваше стремление быть рядом с мужем. Вот видите, как получается, если говорить не о муже, а вообще, то есть то, что вам нужно, например, ради вас. Это одно. Это совершенно одно. Ради вас, ради себя вы никогда бы не переехали, например, в другой город. Но вы сделали это ради своего мужа, а значит, вы руководствовались не своими желаниями, а его, и отсюда противоречили. Отсюда, по сути дела, не учет того, что вам важно, нужно для себя. И отсюда, как я надеюсь, вы понимаете, ну, я правда надеюсь, что вы это понимаете, отсюда и все ваши проблемы, на мой взгляд, конечно. И чтобы этих проблем не было, нужно привести в порядок то, чего вы хотите для себя, то, чего хочет от вас муж, и вот как это гармонизировать. Потому что, если делать этого вы не будете, то дальше это будет, ну, только лишь усугубляться. То есть ваша проблема, она будет становиться все более и более, знаете, такой, серьезной. Она будет становиться все более и более глобальной, все более и более масштабной. Потому что недовольство ваше будет расти. Недовольство ваше будет развиваться. Недовольство ваше будет копиться, пока не вылезет в какое-нибудь совсем уж плохое, знаете, поведение. И, ну, вам же это все не нужно, я думаю, правильно. Поэтому постарайтесь делать пока что, как минимум, это. То есть подумать, какие условия вынудили вас приехать и какие условия вынудят вас оставаться в этом месте. Вот так, я думаю, вам и можно рекомендовать действовать. А дальше уже в зависимости от ситуации. То есть, дальше в зависимости от причин, от следствий, от того, как, что и почему. То есть, как я понял, вы не разбирали свой предыдущий вопрос более детально. Как, если я правильно вас понял, вы, ну, как бы просто ответ получили и задаете еще один вопрос. Вы понимаете, что все это, к сожалению, взаимосвязано. И ваш предыдущий вопрос, и ваш вот этот вопрос, это связано между собой. И нельзя говорить о том, что если вы не решите тот вопрос, первый, то решивши этот по-другому, не получится так у вас, к сожалению. Чтобы вам решить этот вопрос, ну и привести в гармонию себя. Чтобы привести в гармонию себя, необходимо избавиться от, по сути дела, зависимости от вашего мужа. Чтобы вы руководствовались именно своими желаниями, а не его. А что такое ностальгия? Ностальгия – это воспоминание определенного времени. То есть вам хочется вернуться в прошлое для того, чтобы испытать те самые воспоминания, которые у вас были. Ощутить те самые переживания, которые у вас тогда были. Проблема заключается в том, что этих воспоминаний вы не ощутите. Потому что даже если вы вернетесь в старое место, сразу эти воспоминания будут уже другими. Почему? Потому что вы стали другой. Вы получили новый опыт. Ностальгия – это потребность ощутить то, что было у вас ранее. Потому что вам не хватает новых эмоций на том же уровне, в настоящем. Но как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, у вас не получится крестить то же самое еще раз на его, потому что вы стали другим человеком. Вам нужно понять, что ностальгия – это иллюзия. Это иллюзия. Иллюзорное такое вот представление от того, что когда-то заставляло вам радость и так далее, и так далее. То есть, оказавшись у себя дома, думаю, может быть вам будет комфортно, но все равно ваше сознание расширилось, и оно будет искать что-то еще. То есть, те воспоминания, те переживания, с которыми вы стремитесь, ностальгируя, они у вас только сознательно. Реально вы их не переживете больше, потому что вы вышли из этого состояния, вы вышли из этой ситуации. Я рекомендую вам не смотреть прочно, а рекомендую стараться организовать свое будущее, для этого необходимо работать. Вот, в принципе, то же, что можно вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!